Так, я надеюсь, видно, слышно. Значит, 2020, 11, 17, да, 17 сегодня, ТССП и у нас стационарность, стационарность рядов. Ну, совсем просто, да, временной ряд – это просто последовательность случайных величин, ряд – это последовательность случайных величин, Y1, Y2, Y3, Y4 и так далее. Ну, то есть мы должны осознавать, что по непонятным причинам во всех языках, наверное, из-за заговора рептилоидов, временные ряды называются рядами. То есть первое, что мы должны знать, что временные ряды – это не ряды. Вот, это, наверное, самая важная заповедь, потому что временной ряд – это Y1, Y2, Y3, Y4. В матанализе всегда говорили, что ряд – это А1 плюс А2 плюс А3 плюс и так далее. А последовательность – это А1, А2, А3 и так далее. Поэтому будьте готовы. В общем, Деда Мороза не существует. Временные ряды – это не ряды. Бульонные кубики – они не кубики, а пролепипеды. И диаметры Собянина вовсе не диаметры. Поэтому, в общем, будьте готовы. Так, ну, поехали. Что такое стационарность? Что-то все молчат, все вявляют. Ну, скажите привет там. Меня слышно? Да. Да, огонь. Я просто говорила, что-то до этого ничего не было слышно. Нет, ничего не было слышно, но сейчас слышно. Итак, стационарный ряд. Стационарный ряд. Ну, как бы, это такой простой тип рядов. Ряд с постоянными во времени характеристиками. То есть, что это означает? Это означает, что мат ожидания от Y, T, какая-то константа, и Y, и ковриация Y, T, и Y, T, отстоящее, и Y, T плюс K. То есть, когда между ними K шагов времени. Вот, то есть, вот это вот Y, T, и тут момент времени, и показатель Y, T. А это вот T плюс K, и, соответственно, это Y, T плюс K. И вот ковриация между этими двумя показателями, она зависит только от K. Ну, то есть, это для любого T, и это для любого K. Вот. То есть, первое требование говорит, что мат ожидания постоянно, а второе требование говорит, что ковриация между Y, T и Y, K имеет право зависеть только от времени между Y. То есть, ковриация, ну, вот, в общем, определение стационарного ряда. То есть, у стационарного ряда на самом деле много всяких ограничений. Ну, например, ковриация там Y5 и Y6 равна ковриации Y100 и Y101, равна ковриации Y8 и Y7 и так далее. То есть, ковриация между, сила связи между двумя Y1 определяется только тем, насколько далеко они по времени друг от друга расположены. Соответственно, бывают нефистанарные ряды, это нормально, и мы тоже, конечно, будем изучать, но, тем не менее, разумно как бы стартовать с простых рядов, со стационарных. Давайте попробуем решать, какие задачки. А, еще одно определение, и тогда уже задачка. Еще одно определение. Еще есть определение белый шум. Белый шум. Там шумов разных много. Там есть розовый шум, в общем, есть много разных шумов. Но нас пока интересует белый шум. Это процесс, обладающий следующими свойствами. То есть, требуется следующее, что мат ожидания от него равно нулю. Ковариация двух соседей, она либо сигма квадрат при k равном нулю, либо ноль при k больше нуля. То есть, белый шум означает, автоматом видно, что он стационарный, потому что у него не просто постоянное мат ожидание, а нулевое. Не просто ковариации зависят от k, но они нулю равны при k. Иногда к белому шуму добавляют свойства независимости, но не всегда. То есть, надо иногда смотреть источник, иногда варьируется определение, но в целом нам будет хватать некоррелированности, как правило. Но иногда будем добавлять. Все. Теперь, значит, поехали что-нибудь зарешаем. Упражнение такое. Известно, что ут – белый шум. И процесс yt задан выражением 7 плюс ут плюс 0,5 ут минус 1 плюс 0,2 ут минус 2. Вот так задан yt. Ну, как всегда, я, как правило, квантер времени буду опускать. То есть, имеется в виду, конечно, вот по умолчанию, то есть, если я написал одно уравнение, то я имею в виду для любого t. Ну, чтобы не иметь в виду, а я вот загадал для y7 так, а для y6 не так. Если написано t, то это по умолчанию означает, что для любого t, ну, то есть формально это нужно указывать, но я не буду занудничать, я вот здесь позанудничал, да, мотождание от ut равно нулю. Вот. Больше, наверное, не буду. То есть, вот это подразумевается по умолчанию. Ну, вот. И, соответственно, мой вопрос. А. Найдите мотождание от yt, найдите ковыриацию, ну, то, что мы обозначили гамма-ка, то есть ковыриацию двух y, отстоящих на k дней друг от друга, если у нас дневные данные. Ну, и b. Сделайте вывод, правда ли, что наш yt спационарный. Поехали. Давайте минуты три, наверное, попробуйте сами, потом мы озвучим ответ. Если быстрее, то там кричите, что все решил, это нормально. Вот. Может быть, оно легкое, не знаю. Ну, в общем, надо посчитать мотождание yt и все возможные ковыриации. Естественно, они будут выражены через дисперсию белого шума, да, то есть вот здесь вот. У ut есть какая-то дисперсия, да, дисперсия ut, это сигма квадрат u. И, естественно, вот эти ковыриации, они будут выражены через этот параметр, насколько иначе их не посчитать. Ну, поехали. Минуты три или пять, и кричите, что все решил. И можно комментировать. Мне все понятно, все легко. Или там, ой, я ничего не понимаю, или ой, я вообще на слух слушаю, и поэтому решать не могу. Все что угодно говорить. Потому что я вижу, ну, черные квадратики, и там у кого-то фотография стоит. А что происходит, я вообще не знаю. О, спасибо. Лево, спасибо большое. Просто понятно, что происходит. Как бы я не дергал, то есть можно так сказать, свободно там слух, написать чатики, что... Как кто-то решит, давайте такое, кто-то решает или все на слух? То есть хотя бы отреагируйте, я решаю. Или я тоже на слух. Нормально. О, хороший ответ, жду, пока решат. Разумно. Вот, мне нравится, хорошая стратегия. Я тоже еще минутку жду. Ну, нет, еще две, обещал три. Одно начали. Чтобы было время самостоятельно порешать, ну, можно. Так, у нас четыре человека решают, двое ждут, а всего у нас семнадцать, нет, пятнадцать, два это меня. Александра Корней, Юнин. Как успехи? Есть прогресс? Хорошо, три минутки прошло. Давайте обсуждать результаты. Ну, мат ожидания от Y, T, наверное, легко считается. Поскольку мат ожидания с каждым U равно нулю, то поэтому я напишу сразу, что это семь. Если нужны комментарии, то я готов. Но, по всей видимости, мне тут рассказали, что если в доказательстве много раз упоминается слово «очевидно», то есть такой специальный квантор очевидности. Есть квантор такой, что есть квантор существует, а есть квантор очевидности. Давайте мы его тут напишем. Вот, если вставить квантор очевидности в трудных местах доказательства, то становится очевидно. Ну вот, давайте теперь посчитаем квалиации разные. Ну как, во-первых, они разные, их много. То есть мы можем посчитать гамма-0, гамма-1, это не одна какая-то, а несколько. Гамма-2, гамма-3. Ну, наверное, нам дальше надоест, и мы скажем, ну, все понятно. Вот, но как бы идейно мы должны посчитать гамма-0, гамма-1, гамма-2, гамма-3, гамма-4, гамма-5 и так далее, целую последовательность гаммы. Ну, поехали. Что такое гамма-0? Это квалиация между 7 плюс УТ плюс 0,5 УТ минус 1 плюс 0,2 УТ минус 2. Ну, с ним же самим, да? 0,5 УТ минус 1 и так далее. Давайте это пока отложим. Я просто намекаю, что нам надо много гамма считать не одну, а много. Вот это просто дисперсия. Семерку можно не писать, потому что семерка – это констант, который не влияет на дисперсию. И у нас получится, соответственно, сигма квадрат УУ плюс 0,5 в квадрате сигма квадрат УУ плюс 0,2 в квадрате сигма квадрат УУ. А между У квариаций нет, потому что они белый шум. Вот еще раз, вот здесь наверху определение белого шума говорит, что квариаций между У нет. Ну, между разных У нет. У само с собой коррелировано, а вот разные У не коррелированы. Так, отлично, это уже нашли. Ну, можно упростить, но как бы это арифметика я оставлю. Ну, поехали. Гамма-1. Что это такое? Это ковариация УТ и УТ плюс 1. Или же поскольку… Ну, можно в любом порядке писать УТ плюс 1 УТ. Ковариация – это неважно. Давайте напишем. Это есть… Семерка опять не влияет. Я ее сразу пропущу. 0,5 УТ минус 1 плюс 0,2 УТ минус 2 с УТ плюс 1 плюс 0,5. Я просто сдвигаю индекс времени. Был Т плюс 1, а я… Был в смысле Т, Т минус 1, Т минус 2, а я все поднял на единичку. Плюс 0,2 УТ минус 1. Ну, вот. И дальше, как в школе говорили по методу фонтанчиков, вот там определяют, кто с кем связан. Вот этот с этим, этот с этим коррелирован, а остальные не коррелированы. И получается 0,5 сигма квадрат У плюс 0,5 на 0,2 сигма квадрат У. И получается… Понятно. Ты отреагируйте же, можно голосом сказать. Да, да, все понятно. Только что застряло мне не то, наверное, с интернетом. Спасибо. Не, мне тоже застряло. А, да, вы только что застряли немного тогда, может быть. А, окей. Так можешь написать, что я застрял. Я буду там повторить. Ну, вы застряли раньше, чем мы успели. А, ну, ладно. Вот. Гамма-2. Это ковариация УТ, УТ плюс 2. Это ковариация между УТ плюс 0,5 УТ минус 1 плюс 0,2 УТ минус 2. УТ плюс 0,5 УТ плюс 0,2 УТ. И тут уже связь появится только через УТ. Вот этот вот с вот этим вот будут коррелированы. Остальные слагаемые, входящие в УТ, будут не коррелированы. И получится 0,2 на сигма квадрат У. Ну, и, может быть, кто-то догадается, что получится, если я буду считать гамма-3 или гамма-4. Да, да, 0. Ноль. Ноль. Потому что там У с одинаковыми ушки и с одинаковыми номерами не будет. Ушки все будут с разными номерами. Слева и вправо в ковариации. Здесь будет 0, здесь будет 0 и так далее. Будет 0, потому что внутри ковариации слева в ковариации не будет УТ с одинаковыми номерами. Одинаковыми номерами. Ну, и мы можем записать ответ, что гамма-к, соответственно, равняется. Так, если прибавить 0,5 в квадрате, это 0,25 плюс 0,04, это 0,29. Значит, 1,29 сигма квадрат при к равном нулю. 0,6 сигма квадрат при к равном единичке. 0,2 сигма квадрат при к равном двоечке и 0,3 к больше двойки. Вот, мы выяснили, как выглядят ковариации. Они подчиняются у данного процесса здравому смыслу. Чем дальше по времени два значения, тем слабее они связаны. Но это часто бывает в реальности. Сегодня со вчера сильно связана погода, а сегодня, 10 дней назад, уже не так сильно связана. Ну, то есть, тоже какая-то связь есть, но уже не так, не скажешь. Ну, вот иногда говорят, какая завтра будет погода. Да, такая же, как сегодня. Да, а через 10 дней будет погода, такая же, как сегодня, уже. Уже сейчас, подождите, мы потом разберемся. Так, понеслась дальше. Вот. А, да, стационарный, нет? Забыл спросить. Можно еще раз, когда смотрим, стационарный или нет, мы смотрим на отожидание ковариации по определению. И что мы хотим сделать? Мы хотим проверить, а правда ли, что ковариация зависит… Ну, смотри, что мы проверим. Ну, с матожиданием легко. Чтобы проверить стационарность, мы должны проверить, правда ли, что это постоянно. Ну, правда, да? Оно всегда 7, у первого у 7, у второго у 7, у пятого у 7, да? Ну, по идее, стационарно. Да, стационарно, потому что вот здесь вот ковариация между у, игриками, находящимися на расстоянии 1, не зависит от того, какие конкретные у. То есть, когда процесс будет не стационарный, когда там, например, ковариация у 10, у 12 не такая же, как ковариация сотого и 102. Потому что между 10 и 12 два шажка, между 100 и 102 два шажка. Ну, давайте я попробую на оси времени изобразить, что требует ковариация. Вот есть ось времени, вот я в дискретные моменты наблюдаю свой какой-то показатель. И стационарность требует, чтобы сила связи вот двух у на расстоянии 2 по времени, ну, как на расстоянии 2 по времени, может, не очень. Вот, это какой-то у1 и у3. И вот их ковариация должна быть точно такой же, как вот я беру любые два у, отстоящие на… Так, это какой? Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Восьмой и десятый. Или такая же, как вот здесь одиннадцатый и тринадцатый. Вот если я беру у, отстоящие на два дня по времени, их сила связи должна быть одинаковой. Вот, то есть ковариация между там у1 и у3 должна быть такой же, как ковариация между у8 и у10, ну и так далее. И не только на два. Если я возьму у, отстоящие на три дня, то ковариация между у1 и у4, вот между ними три дня, должна быть такой же, как ковариация между у100 и у103, ну и так далее. То есть ковариация, на самом деле, это огромное количество уравнений. То есть стационарность – это выполнение огромного количества уравнений, бесконечного количества. Куча ковариаций, они одинаковые. Да, но между собой, вот эти две могут отличаться. Могут отличаться. То есть сила связи, на расстоянии два дня, она может быть сильнее или слабее, чем сила связи, на расстоянии три дня. Но вот сила связи, на расстоянии три дня должна быть вот между собой одинаковой, да. То есть вот эти три также связаны, как и эти. Окей? В нашем случае, если посмотреть на наш процесс, вот как раз так и вышло, что гамма-1, она что меряет? Она меряет, насколько связаны два соседних у. Два соседних у, 0,6 сегма квадрата. И когда процесс был бы нестационарный? Если бы здесь в ответ пролезло Т, то получилось бы нестационарный. А когда Т не пролезает сюда в ответ в гаммы, то получается, что стационарный процесс. Вот от К может зависеть. Для стационарного процесса может зависеть от К, но не от Т. Может зависеть от К, но не от Т. Как проверить? Посмотрите, если вот эти гаммы самые зависят от К, это окей. Эта сила связи зависит от того, насколько далеко у расположены друг от друга по времени. Вот от Т нельзя. Хорошо, ну давайте приведем пример. Можно поинтересовать? Нужно? Да. У нас всегда с увеличением лага вариация падает? Или это такой случай просто? Ну смотри, ответ действительно чаще всего да, но бывает немножко не монотонно. Ну то есть, если ты говоришь, ну то есть это два разных вопроса. Один вопрос про мат-модели и другой вопрос про реальность. Всегда ли в реальности, всегда ли в мат-моделях. Что в реальности, что в мат-моделях бывает по-разному. Ну, например, такой типичный пример – это сезонность. Сегодняшний там, условно говоря, какой-нибудь там урожай или что-нибудь, оно коррелировано там этого месяца, я имею в виду, коррелировано с прошлым месяцем. Но сильнее там какая-нибудь урожайность, она или там что-нибудь там сельскохозяйственное, оно коррелировано с аналогичным месяцем прошлого года. То есть, получается, что ковриация ведет себя, но она не монотонно ведет себя, ну вот если взять сезонный месячный показатель. Сезонный месячный показатель. Вот у тебя тут Y1, это месячные данные, Y2, Y3, Y4, мне лень писать. Ну, здесь пошел Y13, Y14, Y15. Ну, вот Y4, Y13, они на сезонных данных будут, конечно, связаны слабее, чем более далекие Y1 и Y13. Y1 и Y13, они удалены дальше по времени, они на год отстоят. Но поскольку они оба означают, как бы там один тот же месяц, январь и январь, или февраль и февраль, вот, то поэтому у них ковриация будет выше, чем у Y4, Y13. То есть ответ такой бывает в реальности, и, конечно, у нас, конечно, есть модели, которые это моделируют. Но, тем не менее, глобально, даже на сезонных данных, хотя такой вот монотонности не будет, чем дальше, тем меньше, но все-таки идея, что чем дальше, тем меньше, она глобально будет соблюдаться. Ну, в таком смысле, что если я возьму два показателя, отстоящие друг на друга на два года, да, там, YT и YT минус 24, да, не минус 12, то по здравому смыслу я уже ожидаю, что эта вариация, несмотря на то, что показатель сельскохозяйственной какой-нибудь, там, расходы, там, не знаю, на, ну, неважно, даже расходы региона, там, на инвестиции в сельское хозяйство, то они будут YT, YT минус 24, у них вариация будет слабее, чем YT, YT минус 12. Но при этом YT минус 24 будет выше, чем, там, YT, YT минус 7, да. Ну, то есть, как бы, идея, что чем дальше, тем слабее связь, она все-таки сохраняется, ну, как бы, ну, по понятным причинам, там, забывается, всякие, что-то новое происходит, но, прямо сказать, что монотонно, нет, и мат-модели это вполне могут отражать. То есть, ответ на твой вопрос, нет, не всегда так в реальности и не всегда так в мат-моделях. Так, хорошо, спасибо. Так, хорошо. Ну, давайте возьмем что-нибудь другое. Давайте, ну, не знаю, такой хороший процесс, Y0 равняется нулю, YT равняется U1, еще одно упражнение, U1 плюс U2 плюс U3 плюс так далее, плюс UT, ну, я имею в виду, при T больше нуля, да. Я пока буду писать квантер, но там из контекста, как правило, он понятен. То есть, есть какое-то начальное условие, есть YT, и у T белый шум. Ну, с какой-то там дисперсией, да, ответ можно, естественно, выражать через дисперсию этого самого белого шума. А, вопрос тот же самый. Чему равно мат-ожидание, YT, чему равна дисперсия, YT, ну, и B, стационарен ли он? Вот. И давайте тоже две минутки, он, наверное, попроще, ну, или три, не знаю. Попробуйте сами сначала посчитать мат-ожидание, дисперсию и сказать стационарен ли. Спасибо. Слушайте, мне честно интересно, еще раз, никаких санкций нету, просто честно скажите, кто, сколько человек решает, я понял, что Корней, Саша и Юнин решают, еще кто-то решает? Да, Корней, я видел, ты прямо по-английски написал, или три человека, просто интересно, еще раз, никаких санкций, наоборот, это клево, если вы скажете, что я жду решения. Вот. О, Майк, я, я решаю. Вот, Богдан смотрит, отлично, Миша решает, ага, у нас уже пятеро, так, Лика, ага, отлично, шестеро, во. А нам надо дисперсию посчитать, да, то есть не ковариацию, а дисперсию? Ну, да, ковариацию YT, Y, ну, на самом деле, да, давай еще вот так посчитаем, да, ну, конечно, тут даже по дисперсии будет понятно, что, да, что-то я не дописал. То есть я задумался, подумал, что чтобы стационарность там оказывается, да, давай еще и ковариацию найдем, согласен, да. О, все, слушайте, у нас много решений, класс, вот. Вот, ну, еще раз, я совершенно адекватно отношусь, что можно послушать, вот, порешать там перед контрольной. О, кстати, давайте я скину по временным рядам, у меня есть подборка задач, ну, я в телеграм-печатик скину, потому что зумовский погибнет, вот, пока вы решаете, минутку. Я скину, ну, чтобы можно было там порешать в удовольствие, я оттуда что-то возьму в качестве домашки. Не стационарный, говорит Богдан, а почему? Там дисперсии вылезают, да, да. Да, согласен, конечно. Там достаточно даже сказать, что дисперсии вылезают. Вот, да, так, значит, давайте я в чатик скину черновик задачника по временным рядам. Сразу, чтобы он не пропал. Вот, ну, что, я там оттуда в качестве домашки, может, возьму. Вот, да, значит, ну, действительно, смотрим мат ожидания, поскольку мат ожидания у нас у нулевого ноль, а дальше это мат ожидания, там, у нескольких у это ноль, да. Рисуем тут наш замечательный квантер. Дальше считаем дисперсию yt. Дисперсия yt – это t умножить на сигма квадрат u. И поэтому сразу уже делаем вывод, что это же должно быть наша гамма ноль, да, это же ковыряция между yt и yt плюс ноль. Это ковыряция между y, отстоящими друг от друга на ноль шагов по времени. Вот, и видим уже, что вот сюда пролезло t. Вот, поэтому уже, в принципе, видно, что yt не стационарный. Вот, но, в принципе, можно посчитать и просто как отдельный пункт, как ковыряцию посчитать, да, мы бы уж тем самым решили. И, значит, ковыряция между yt и yt плюс k. Ну, я буду считать, что k больше нуля, да, или больше либо равно, чтобы не смотреть, а вдруг k отрицательно, тогда тот, который справа, он будет раньше. Я не хочу там возиться. Вот, давайте так. Соответственно, у меня будет здесь ковыряция между u1 плюс u2 плюс u3 плюс ut, а здесь u1 плюс ut плюс ut плюс 1 плюс ut плюс k. И что получится, кто решил? Кто получит? Нет, t в квадрате, сигма в квадрате. Сколько? t в квадрате, сигма в квадрате, нет? Ну, близко, да. Откуда там т в квадрат? А что там должно быть? Просто там. Да, согласен. Мы же считаем просто пары, да, то есть по методу фонтанчиков, вот как в школе так фонтанчик. Ок, ок. Ой, не туда протянул. Вот так. И тут там второй со вторым, там, да, третий с третьим, да. Вот мы считаем пары, да. И получается, что там квадрат не возникнет, потому что второй с третьим дадут ноль, а только второй со вторым раз, третий с третьим, два, четвертый с четвертым, три, ой, ну, там, в общем, и так далее. И t с т, т, т. Поэтому тоже будет t на сигма квадрат у. Но все равно так нельзя. Вот все равно это бяка, потому что вот если бы здесь было k сигма квадрат, это было бы окей. А t сигма квадрат, это не окей. Да, все равно. Да, то есть вот если бы там тут было k делить на k плюс 1, нормально. Или там что-нибудь еще от k, тоже нормально. Вот, а вот опять вот это вот тоже говорит, что yt нестационарный. Нормально? Да. Хорошо, давайте пойдем к более сложному случаю. Вот до этого два случая, которые мы рассматривали, yt я ему явно выписывал. И я говорил, что ну вот такой y, а вы говорите, стационарный. Такой y нестационарный. А теперь я составлю следующий шаг, это уравнение на y. Ну, опять скажем, что у t белый шум, то есть можно ответ выражать через его дисперсию. Вот. А я вам говорю следующее. Я вам говорю такое упражнение, что известно, что процесс yt подчиняется следующему уравнению. То есть я не выписываю yt, я говорю, что он подчиняется следующему уравнению. Уравнение такое. 4 плюс 0,3 yt минус 1 плюс ut. Ну, опять же, для любого t подразумевания. То есть yt подчиняется этому уравнению. И у меня задание следующее. А если взять начальное условие, если взять начальное условие y0 равняется 0, получится ли стационарное решение? Получится ли стационарное решение? Б. Аналогичный вопрос. Получится ли стационарное решение, если взять y0 равное 47 и в? Получится ли стационарное решение, если взять y0 равный 47 плюс u0 плюс 0,3 у минус 1 плюс 0,3 в квадрате у минус 2 плюс 0,3 в кубе у минус 3 плюс и так далее. Ну, вот три вопроса. То есть теперь у меня есть не прям явно выписан yt, а yt в записи ссылается сам на себя. То есть такое разностное уравнение получается, но стокастическое. Вот. И у меня вопрос про начальные условия. Вот если одним дополню, другим дополню, третьим дополню, когда выйдет стационарный процесс? Ну, если вообще выйдет. Может быть, все три не стационарные. Понятна задача? Да, понятно. Супер. Поехали. Ну, давайте, наверное, на а одна-две минутки обсудим а, потом... Ну, а кому быстро, ну, в смысле, кому легко, можно сразу все три делать. Ну, давайте, две минутки на а, потом обсуждаем, две минутки на б, потом обсуждаем. Ну, наверное, три-четыре минутки на б, потом обсуждаем. Давайте такой план. Поехали. Решаем. Работаем. Работаем на пределе эффективности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Так, ну что, други мои, как победа над А? Ну как, с прибавкой Y0 равной нулю стационарен, нет? Ну, мат ожидания подходит, там константа получается, да? Ну да, проверим. Давай проверим. Или надо еще время на А дать, как? Мне просто кажется, что А простой совсем, может быть я неправильно оцениваю его сложность, но я бы как сказал, ну вот Y0 равно нулю, поэтому мат ожидания от Y0 чему равно? Нет, Y0. Ну, потому что Y0 равно нулю. А Y1 чему равно? 4 плюс 0,3 на 0 плюс U1. Он же действует, кроме стартового. Нет, ну хотя и для T равного нулю эта формула тоже действует. То есть я не отменяю эту формулу. То есть я хочу сказать, что когда у нас есть уравнение, мало уравнения. Потому что эта формула, она при T равном нулю тоже верна. Это не мешает Y0 быть нулем. Почему это не мешает Y0 быть нулем? Почему нет никакого противоречия между вот этой формулой и вот этой формулой? Как раз в этом как бы и особенность уравнений, что разностных. Подначальные условия нужны. Подначальные условия. То есть на самом деле эта формула для Y равного нулю просто позволит мне найти Y минус 1. То есть я не отменяю эту формулу. Я просто говорю, что раз Y0, он с одной стороны 0, я пообещал это в пункте А. А с другой стороны я пообещал, что это 4 плюс 0,3 на U минус 1. Ой, извините, на Y минус 1. Плюс U0. Верно? И отсюда будет просто следовать, что такое Y минус 1. Y минус 1 окажется равным минус 4 минус U0, деленное на 0,3. Вот. То есть на самом деле я не отменяю вот эту формулу ни для одного Y. Я говорю, она для всех верна. Но просто этой формулы недостаточно, чтобы найти Y. Нужно начальное условие. Ну, его не обязательно на Y0 задать. То есть начальное условие может быть на Y5 или на Y20. Или даже какое-нибудь хитрое, что там Y5 плюс Y20 равно чему-то. Ну, с формальной математической точки зрения. То есть в реальности нам, конечно, так неудобно. Ну вот. И, соответственно, смотрим. У нас получилось, что Y0 это 0, а Y1 это 4 плюс U1. Ну и видно, что Y минус 1. Ну и дальше там какие-то есть. То есть можно уравнение применять много раз и найти все Y. Вот. Но даже по первым Y видно, что ничего хорошего со стационарностью не выйдет. Потому что мат ожидания от Y0 это 0. А мат ожидания даже от Y1 это сколько? 4. 4. Супер. Вот. Поэтому процесс какой таким начальным условием? Нестационарный. Нестационарный. Вот. То есть еще раз это такое маленькое чудо, что вот я, казалось бы, для каждого Y вот здесь написал формулу. А оказывается, можно любой назначить любым. Ну, как бы любой один назначить любым. Может быть, любой любым нехорошо. А вот любой один любым – это уже верно. Можно еще одно дописать уравнение. Бесконечное уравнение. Можно еще одно дописать. Не возникает противоречия. Вот. Поэтому здесь у нас ответ нет. Вот. Ну, попробуйте решить пункт B. Тоже давайте две минутки. » Продолжение следует... 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 при данном начальном условии. Можете, пожалуйста, прошлую страницу вернуть на секунду? У меня вылетела конференция. Давай. Какой момент нужен конкретно? Самый конец. После матожидания уже… Про B. Да, вот. Ну да, мы сказали, что матожидание от Yt, оно 47-х, оно вот уже удовлетворяет условию стационарности, а дисперсия Yt ползет. Дисперсия Y нулевого – ноль в пункте B, дисперсия Y1, сигма квадрат U. Ну, то есть мы посчитали несколько первых, то есть как мы пришли к выводу, посчитали несколько стартовых Y начальных, да? Y0 был дан, потом мы посчитали Y1, потом мы посчитали Y2, и дальше мы не стали, потому что нам уже, в принципе, хватает для вывода. Дисперсия Y0 – ноль, дисперсия Y1 – это дисперсия, тут случайно только U1, а в Y2 случайно U1 и U2. И у нее дисперсия еще больше. Понятно, спасибо. 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 А маток ждания в пункте B всегда равно 47? Ну, мы проверили это для первых трех, ну, в смысле, нулевого, первого, второго, да? Да, но поскольку матожидание U ушками вообще не определяется, да? Ушки никак не влияют на него, то поэтому понятно, что по индукции там всегда будет 4 плюс 0,3 на 47, но если мы один раз проверили, что 4 плюс 0,3 – это 47, то так далее будет всегда. То есть как бы, ну, из-за такого банального факта, что 4 плюс 0,3 на 47 дает 47, то поэтому, ну, там, конечно, у, как-то все хитрее, 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 хитрее будут входить там, но по константам будет только 47 все время, поэтому, ну, как бы это такое, ну, можно сказать, по индукции доказательства. У второго так же, значит, у третьего так же, значит, у четвертого так же, да? Всегда будет 47. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пункт В, ну, я готов, если есть решение, то… Нет, нет, я просто условия не записал. А, условия не записал? Ну, смотри, значит, условие такое, процесс тот же, ну, в смысле, уравнение тоже, вот так, давай скажем, уравнение тоже, и оно опять верно для любых T. Вот, а начальные условия я предлагаю к этому уравнению другое. Ну, вот такое. И задача та же самая. Татанарин ли YTF? Правда, здесь мы немножко вольно работаем с суммами, да? То есть, по-хорошему, надо там доказывать, что это корректно, а вдруг там… Ну, давайте, так вот, вольно работаем, значит, с суммами, да? То есть, как бы, это вообще говоря, не тривиальный факт, а вдруг, когда там что-то не сходится, да? Это же какая-то бесконечная сумма случайных величин, вдруг она вообще не существует, да? Как у него отождание считать? Ну, давайте скажем, что… Ну, там, может, Петь на лекции скажет, формальные критерии сходимости достаточные, да? Ну, например, достаточно для сходимости последовательности, чтобы там коэффициенты к нулю уходили, квадраты к нулю уходили, вот, сумма квадратов к нулю здесь уходит, то все будет хорошо. Ну, то есть, вольно можно работать, то есть, хочешь считать матраждание – считай, как матраждание суммы, хочешь считать дисперсию – считай, как, ну, по обычным правилам, только бесконечное количество плаганий. То есть, мы будем свободно оперировать бесконечными суммами. А если нужны, там будут теоремы, то там Петь скажет, или будем свободно оперировать бесконечными суммами. Ну, по крайней мере, пока там посмотрим, нужно нам в основании глубоко уходить или нет. у нас курс немножко экспериментальный первый раз, мы сами не знаем иногда, где мы хотим пройти по тонкому льду, а где мы хотим там брутальненько с аксиомами и всем прочим. Так, ну что, как там с В продвигаются дела? Ну, матожидание опять константа. Да, матожидание опять константа. Надо проверять, про матожидание или нет? Ну да, нет, скажите что-нибудь. Не-не, там очевидно, даже я догадался. Да, матожидание такое же, да, то есть матожидание от YT получается 47-ых, ну, потому что один раз пробуешь, то есть первое, что вы наталкиваетесь, если вы попробуете посчитать Y1, то вы увидите, что у него формула такой же структуры выходит, да? То есть первое, что когда вы получаете, если вы просто банально подставите Y0 в эту формулу и посчитаете Y1, ну вот 4 плюс 0,3 на Y0 плюс U1, то окажется, что формула магическим образом, так подобраны коэффициенты, что ответ будет иметь ту же самую структуру. То есть индексы сдвинутые на единичку, конечно, будут, то есть не такая же формула для Y1, конечно, Y1 не равен Y0, но если не считать сдвижки индексов, то структура ответа идеально совпадает. Вот это вы могли обнаружить. Будет 47-ых плюс, а вместо U0 будет U1, а вместо 0,3 U-1 будет 0,3 кого? Все нормально или я страшную вещь пишу? Все, что я делаю, это просто расправляю Y0, данный мне, в это уравнение, умножаю на 0,3, вольно работаю с суммой, то есть как бы считаю, что 0,3 на бесконечную сумму это 0,3 на каждое слагаемое потом сложить. То есть как бы раскрываю скобки в бесконечной сумме, не задумываясь о том там предел и всякое такое, вот просто раскрываю и все. И что, 0,3 на что будет? На U0 плюс что будет дальше? 0,3 квадрат на U-1. 0,3 квадрат на U-1 плюс так далее. 0,3 куб на U-2. То есть видно, что структура ответа она такая же. Давайте вот заметим, что все коэффициенты такие же. То есть вот они прям вот вот они прям такие же. И тут еще какой-нибудь. Вот они прям друг под другом такие же коэффициенты. Хорошо. Ну из этого следует, например, сразу что матажда не постоянно, дисперсия постоянно. можно даже как бы не считать, а устно сказать, что мат ожидания от Y-t будет равно константе. Дисперсия Y-t будет равна константе. Хорошо. А теперь давайте посмотрим на какую-нибудь ковариацию Y-t и Y-t. Ну давайте для определенности плюс 10 напишем Y-t Y-t плюс 10. Давайте для определенности напишем Y-t Y-t плюс 10. Вот. Как она будет выглядеть? Она будет выглядеть с 47-х плюс У-t плюс 0,3 У-t минус 1 плюс 0,3 У-t минус квадрат У-t минус 2 плюс 0,3 куб У-t минус 3 и надо брать ковариацию с 47-х плюс У-t плюс 10 плюс 0,3 У-t плюс 9 плюс 0,3 квадрат У-t плюс 8. Ну рано или поздно они там начнут совпадать. Давайте даже может быть не плюс 10 а плюс 2 возьмем. Так наверное понять идею будет проще. Вот так возьмем. Для примера такую посчитаем а дальше скажем ну и далее тоже понятно. 0,3 в четвертый У-t минус 2 и так далее. Вот мне надо посчитать такую ковариацию. Давайте находить пары с одинаковыми индексами. Вот здесь У-t и ему соответствует 0,3 в квадрате У-t. Правильно? Потом будет У-t минус 1 0,3 в кубе У-t минус 1. Верно? Согласны? Да. Ну и так далее. И соответственно когда я буду считать эту ковариацию что получится? Получится 0,3 в квадрате плюс 0,3 на 0,3 в кубе плюс 0,3 в квадрате на 0,3 в четвертой плюс и так далее. И все это будет множиться на сигма квадрат У. Нормально или не зашло? Нормально. Понятно. Зависит ответ от t или нет? Не зависит. По крайней мере для t и t плюс 2 зависит ответ от t? Нет. Не зависит. А если я буду считать yt yt плюс 3 будет зависеть ответ от t или нет? Нет. Не будет. Он как бы конечно поменяется потому что они сдвинутся индексы когда я возьму t плюс 3 то у меня индексы снизу совпадающие упадут. Они там будут 0,3 в третий будут степень выше а сама ковыряция будет слабее. Но как бы мы видим что здесь вот получилось какое-то число гамма 2 я не хочу его считать мне как бы его не нужно считать главное понять стационарен он или нет и поэтому ответ здесь что процесс какой раз каждая ковыряция yt и yt плюс k она не зависит от t ни одна ну как бы мы увидели на примере второй но для третьей или для пятнадцатой будет ровно то же самое совпадающие индексы ушек дадут ковыряцию но с какого она начинается там с t или там ну главная вот разница индексов а не потому что именно она будет определять какой коэффициент вылезет наружу ковыряции а с какого мы начнем с пятого или с шестого абсолютно неважно вот поэтому мы выяснили что значит ковыряция определяется ну то есть совершенно аналогично ковыряция yt yt плюс k будет давать какое-то гамма k и поэтому ответ что процесс будет какой стационарный стационарный да ответ да процесс стационарный вот можно было пойти наверное еще сейчас я думаю можно как по-другому увидеть что здесь будет получаться стационарное решение а да можно важный еще один способ смотрите это способ 1 в лоб подставить способ 1 да вот это как бы способ 1 а способ 2 какой потому что он тоже прикольный способ 2 вот когда мы увидели что yt это 47 плюс ой 70 у меня что-то плюс ut плюс 0 3 ut минус 1 плюс 0 3 в квадрате там ut минус 2 плюс так далее да то давайте заметим что ковариация y можно вот так сделать да можно заметить что дисперсия yt видно что она постоянно да ой какая-то сигма ковариат y извините видно что она постоянно поскольку y отличаются с движкой t да вот из этой формулы и можно увидеть что ковариация yt с любым с любым будущим u равна нулю потому что будущих u в y нет нормально будущих u в y нет да да а теперь не выписывать два разных y при расчете ковариации а посмотреть на исходное уравнение смотрите исходное уравнение говорит что это 47 плюс 0 3 yt минус 1 плюс ut давайте я возьму раз левая часть равна правой то давайте я посчитаю ковариацию левой части с yt минус 1 и она должна равняться ковариации такой еще трюк есть правой части с yt минус 1 ну раз левая часть уравнения равна правой значит ковариация неважно с попугаем со слоном левой части равна ковариации с попугаем, со слоном правой части. Что получится? Ковариация yt с yt-1 равно… Считаем ковариацию правой части с yt-1. Такая простая идея, что левая и правая части уравнения равны, и они дают не только одинаковое мотождание, но и одинаковую дисперсию, но и одинаковую ковариацию. Получается ковариация 47 плюс 0,3 yt-1 плюс ut с yt-1. И получается, что вот это у нас гамма-1, вот это с этим 0, потому что это константа, ut с yt-1 – 0, потому что в yt-1 входят только современные или более древние ему ушки. Вот по этому принципу. В y с номером 7 входит u7, u6, u5, а u20 не входит. А вот это вот – это дисперсия yt. Соответственно, это будет 0,3 на гамма-0. А поскольку гамма-0 не зависит от t, то и гамма-1 не зависит от t. Ну, еще раз возьму ковариацию с yt-2, получу, что гамма-2 не зависит от t, потом гамма-3 не зависит от t. Вот еще можно вот так посчитать. Окей? Нормально? Да, прикольно. То есть я явно не выписывал ковариацию, а вот заметил два свойства, постоянство дисперсии заметил. заметил, что в y с номером любым не входят будущие для него ушки и перешел обратно к уравнению. Ну, уравнение посмотрел. Вот. На сегодня хэппи-энд. Всем спасибо за отличное начало дня. Всем отличного его продолжения. Вот. Если есть вопросы, пишите в чатике. Все. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.